Часто очень прозаическая вещь, вещь, о которой даже не принято говорить в приличном обществе, может стать окном в жизнь людей прошлых эпох. Я сейчас о туалетах. Да-да, именно о них. Поэтому особо брезгливых прошу выключить это видео и удалиться разглядывать цветочки. Ну а тем любознательным, кто считает, что исторические источники не пахнут, а благоухают чем-то волшебным и неизведанным, я поведаю шокирующие факты о Древнем Риме как о государстве высокой туалетной культуры. Честно говоря, за всю свою жизнь историка я никогда не задумывалась о том, что туалет может стать великолепным историческим источником до тех пор, пока не попала в древний римский город Арбитус, расположенный на территории современной Болгарии. Об этом потрясающем историко-архитектурном заповеднике смотрите специальное видео на моем канале. Итак, именно здесь, в Арбитусе, мне впервые пришлось узнать о такой важной составляющей римской городской культуры как туалет. Перед вами остатки древнеримского общественного туалета. Конечно, туалеты, как часть процесса человеческой жизнедеятельности и часть человеческого жилья, были придуманы задолго до римлян. Но именно римляне превратили туалеты чуть ли не в общественное достояние, но как минимум сделали это критерием цивилизованности общества. Общественные туалеты в Риме известны, по крайней мере, с V века до н.э. Около I века н.э. общественные уборные стали уже неотъемлемой частью городской инфраструктуры. А в IV веке при императоре Диоклетиане в Риме существовало 144 общественных туалета. И вот если мы пересчитаем, переведём это на душин усиление, то окажется, что этот показатель намного превышал показатели современных даже европейских городов. Общественный туалет в Риме – это не просто отхожее место, это значимая часть общественной жизни. Сюда приходили скорее не справлять физиологическую нужду, а удовлетворять потребность в социальном общении. Поэтому в римских туалетах городских не было ни ширм, ни перегородок. Сюда приходили люди, чтобы обменяться новостями. Здесь обсуждались насущные проблемы, здесь делились своим житейским опытом. Именно в уборных римских можно было встретить нужных людей, получить приглашение на совместный обед или ужин от очень важной персоны. Поэтому зачастую в общественный туалет римский народ захаживал совсем не для того, чтобы справить свою нужду. Для этого существовали туалетные амфоры прямо на улицах. В основных помещениях общественных туалетов располагались длинные каменные скамьи в виде полых коробов. Внутри короба имелся жёлоб с проточной водой. Я думаю, вы догадались, для чего. Каждое посадочное место – это каменная плита, выложенная плиткой с отверстиями. Верхнее отверстие – это нам всем понятно, для чего. А вот для чего отверстия на боковых плитах – это надо объяснить. Туалетной бумаги, как вы понимаете, тогда не было. Зато были губки. И вот тут – внимание! Именно эта информация заставила меня глубже вляпаться в сортирную историю. В общем, у древних римлян дело обстояло так. Всякий, приходящий в общественный туалет, брал из специальных мраморных ёмкостей деревянную палочку и, так сказать, одноразовую губку в виде валика. Губка одевалась на палочку, и после окончания основного процесса приступали к процедуре омовения, смочив губку в жёлобе с проточной водой. Затем губку выбрасывали, а палочку возвращали на место. И что самое для нас, наверное, интересное, на протяжении всего этого процесса посетители общественного туалета не прерывали своих приятных разговоров и милых бесед. Туалетные помещения не делились на мужские и женские. Скорее всего, это потому, что активное участие в общественной жизни принимали только мужчины. А вот разделение по сословиям вполне даже имелось. Были туалеты для бедных, ну и, естественно, самые простые, с деревянными сидениями. Туалеты для среднего класса, там, конечно, уже всё было поприличнее. И туалеты для богатых слоёв, роскошно оформленные. На их стенах и потолках располагались росписи, лепнина, мозаика. В нишах устанавливались статуи. А вот запах никого из патрициев не смущал. За вход в туалет необходимо было заплатить небольшую денежную сумму. Поэтому самые бедные горожане этих заведений не посещали. Зато на улицах Рима, в самых оживлённых местах, были предусмотрены туалетные амфоры. И знатные патриции, и простые граждане не стеснялись справлять свою нужду прямо на глазах у всего народа. Жидкость из наполненных туалетных амфор не выливали, а использовали в прачечных красильях. Да-да, можете себе представить, что туники, итоги достойных граждан Рима, рабы часами стирали в этой самой жидкости. Некоторые туалетные помещения отапливались за счёт подогрева пола горячей водой. Коммуникационные стоки отводились по трубам в сборный канал, который назывался Большая Клоака. Его начали строить ещё в VI веке до н.э. Кстати, этот канал частично функционирует и по сей день в Риме. Ну как, удивила я вас фактами сортирной истории? Ставьте лайки, а в комментариях напишите, хотите ли вы узнать сортирные истории из других эпох и других стран. Вот наберётся у меня 500 лайков под этим видео, тогда я и продолжу. Итак, голосуем лайками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!